Как увеличить число парковочных мест, а также качественнее проводить уборку снега на заставленные машинами территории? Глава округа Дмитрий Волошин собрал рабочую группу, куда вошли директора управляющих компаний, депутаты и представители администрации. С инициативой увеличить число парковок в Химках обратились жители к Совету депутатов, которые и инициировали создание рабочей группы. Большое количество жалоб от наших жителей на предмет запаркованности и плохой уборки территории там, где стоят автомобили. Мы не хотим эвакуировать автомобили со дворов, раздражать наших жителей, уважаемых, тем самым. И нам нужно выработать другой алгоритм. Хотели послушать и мнение наших коллег, в первую очередь, какие предложения от них, как они видят решение этого вопроса. По словам заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Евгения Акуличева, вопрос с автомобилями, которые мешают мазаровозам, решает установка ограждающих элементов у контейнерной площадки. Такую работу в Химках уже начали проводить. Это установка либо полусфер, либо ограждающих столбиков, утир, контейнер, площадок, которые, скажем, попадают в зону лист из парковности. Соответственно, установив эти элементы, мы понимаем, что автомобиль регионального оператора, по вскоре мазаровозам спокойно подъезжает, да, и с помощью дворников, с помощью сотрудников рекоператора спокойно от контейнера выкатываются, значит, до автомобилей. Депутат Александр Дринов предложил у многоквартирных домов, где это возможно, вынести все контейнерные площадки из дворов. Как и вот весь цивилизованный мир, когда не будет проблем заезда контейнерных мусоров в двор, когда там действительно нет ни машины поставить. И пора время освободиться место для загрязнения вообще из церкви парковок. А вот как разгрузить дворы от автомобилей – задача не из легких. Некоторые из участников встречи предлагали во время снегоуборочной работы переставлять автомобили с помощью эвакуатора. Однако это не решит проблемы, отметил Дмитрий Волошин. Если чем эвакуировать, вначале покажите, куда ставить. Глава Химок предложил два варианта решения проблемы с парковками. Во-первых, упорядочить уже существующие парковки за счет нанесения разметок, чтобы машины, припаркованные во дворах, не мешали автомобилям скорой помощи, МЧС и мусоровозам. Во-вторых, нужно создавать новые парковочные места. Но чтобы узнать приблизительный дефицит парковочных мест в округе, нужно посчитать, а сколько всего в Химках мест для стоянок во дворах. И соотнести это число с количеством зарегистрированных машин. По данным полицейских, в Химках на учете чуть более 100 тысяч автомобилей. Дмитрий Волошин распорядился проработать все 659 дворов в Химках. То есть выехать во двор и посмотреть. Значит, так, тут есть какая-то территория, еще какая-то, чья территория. Увеличить ее, значит, дополнительно. Значит, нужно по каждому дому нам понять, с коллегами, с управляющими компаниями, с руководством, сколько точно машин ночуют, как вот говорят люди, да, ночуют машин. Там, допустим, 100 машин. А у нас мы мест разлинили только 20, ну, условно. А 80 куда девать? Тогда мы будем смотреть все территории, которые есть рядом с домом, заасфальтировать. Мы сможем людям объяснить, что часть мы сразу покажем, куда парковать. Новые парковочные места планируют создавать за счет города, а следить за порядком на придомовых стоянках будут управляющие компании.